Мотобухта Приветствую Максим Привет Ну как дела? В целом нормально в подготовке к мероприятию Итак мероприятие само по себе по названию выглядит уже очень экзотически И я бы даже сказал уютно как мне кажется Расскажи пожалуйста об истории, о возникновении, кто придумал, сколько лет проходит и прочее прочее Все любопытно, прошу Ну мероприятию 11 лет, само название Мотобухта пошло от названия Мотовский залив В 12 году сначала проводили 10-11 в Териберке А потом искали новое место и тут раз Мотовский залив Мотобухта, бухта, бухать, мото, мотозалив Вот так и появилось название Мотобухта Ну наверное все таки Может банально, но Ну алкоголь Не, 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 я не сторонник на мероприятии Да, 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 я думаю что мы все с возрастом становимся правильными не сторонниками Что да что там происходит на этом событии Можно ли подогнать под какие-то стандарты такие общепринятые, ожидаемые Как ты правильно сказал, значит пьянка, рок-концерт и Нет, 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 нет Рок-концерта нету, это не классическое мероприятие, не классический слет А мотофестиваль Сцены ставил только один раз И это, наверное, это была ошибка в 19-м году поставить сцену Это больше туристический слет Это на туристический слет История края, места, природа То есть то, что есть на севере Потому что для многих север это открытие То есть многие люди приезжают и они не понимают, что это такое Я думаю для повального большинства Ну сейчас уже меньше, но первые годы прям люди были в шоке От камней, от природы, от полярного дня и вот этого всего, что вокруг происходит А что, вот какие впечатления были? Вот каждый второй, например, говорил Я никогда не думал, что здесь вот это Вот это, это что? Они все так говорят Потом на второй, на третий раз они приезжают И делают вид, что они уж бывалые мототуристы, мотозаполярники То есть первый раз, когда приезжают, у них у всех шок Абсолютно Ну от чего, от чего конкретно? От низкого неба или наоборот? Нет, небо очень высокое Горизонт бескрайний, бесконечный В 2 часа, в 3 часа ночи солнце светяще А если еще с погодой повезет, то прям вот солнце висит, как в Питере В два дня Это у нас географический Мурманск, да? Да, да, район Мурманск Это Кольский полуостров, Заполярье А вот эти все ограничения со стороны ФСБ, ФСО и так далее Там же куда ни плюнь, везде ядерная боеголовка же у вас там Ну я же не провожу в тех местах, где какие-то запретные зоны Ну я помню, что раньше считалось действительно, что в некоторые места просто попасть только по специальному разрешению Извини, перебил, сейчас, например, по рыбачью нужно делать уведомление Кстати, прошу обратить внимание, все, кто слушает На сайте Минприроды Мурманской администрации нужно сделать уведомление Это не разрешение, это просто уведомление То есть ты информируешь, что ты поедешь? Информируешь, что ты посещаешь рыбачье Это не ограничено посещение, ты должен уведомить А что это вообще за место увековеченное в песнях, в военных, в прочих разных Рыбачье, такое красивое название, расскажи, что это такое? Во время войны там в течение трех лет шли очень сильные позиционные бои То есть никто не мог, ни наши не могли сдвинуть немцев, ни немцы не могли сдвинуть То есть я проводил три года мероприятия прямо вот на линии Но там говорят, вообще они не смогли продвинуться, начиная с какого-то момента, вообще ненасколько, да? В первых две недели они смогли подвинуть наших Но потом фронт стабилизировался, практически три года вот стояли Получилось там интересно, получалось, что немцы были на континенте, а на самом полуострове То есть получается на перемычке были наши А он был важен для того, чтобы прикрывать Немцы не могли захватить, не поставить свою дальнобойную артиллерию И ограничить проход конвоем Ленд-Лиза Вот почему наши там так хорошо уперлись Сопротивление оказывали немцам И я проводил три года мероприятия прямо на местах боев То есть в том месте, где в тринадцатом году нашли двух наших расстрелянных бойцов То есть это вот буквально в двухстах метрах Ну более подробно это нужно делать отдельную передачу про всю боевую историю Я на это надеюсь со временем Хорошо, в этом году это какие числа, как, что, когда? 2-9 июля будет недельное мероприятие, как я делал в семнадцатом, восемнадцатом году То есть начнется с Териберки Потом в понедельник плавно переместимся Господи, прошу прощения, начнется с Умбы Я уже сам просто меня спрашиваю, Терибер Как скажешь, да, а нам все равно Мы не очень понимаем, название красивое Мотополярники начнется с Терского берега Начинается с Терского берега Потом перемещаемся в Териберку И в среду, четверг, пятница заезд уже на Рыбачий То есть как бы первые две точки это такая прелюдия, да? И потом кульминация уже будет в Рыбачьем самом, да? Нет, я думаю наоборот Кульминация будет именно Терский берег На Териберку приедет уже меньше Потому что людей отпуска, ограничения по работе Ну, какие-то ограничения есть И уже на Рыбачи, тем более на Рыбачи Не каждый еще мотоцикл пройдет То есть это все-таки туристический эндуро нужен То есть ЧПРА, спорты, туристы Они не пройдут туда То есть вообще даже пытаться смысла нет, да? Я бы не советовал То есть, конечно, есть такая известная история Что Александр Чукча нам всем известный Да, да, с коляской Нет, он был без коляски В легенде не было, что с комплекс коляски В легенде было, что он на Галде доехал до маяка До самой северной точки полуострова Рыбачьей Но это легенда Саша поехал Саша почти доехал Убил Галду То есть в разных летописях по-разному, да? Это написано Ну, я уже знаю первые источники Ой, ну, может быть, конечно, да Я напомню, что Максим Белов у нас в гостях в студии Моторадио Мы говорим о предстоящем достаточно скоро уже теперь событии Которое называется Мотобухта Которое по счету уже какая получается? Двенадцатая Двенадцатая И я напомню вам, дорогие мои Что у нас в гостях сегодня Замечательные и нечасто попадающиеся, по крайней мере, частично люди В нашем эфире Итак, Максим Белов Организатор мероприятия Мотобухта Нечастый гость И частый гость Олег Капкаев Олег, привет Здравствуйте, Саша Здравствуй, Максим Здравствуйте, слушатели Давай тогда к тебе Максим так предварительно нам рассказал уже Что это двенадцатый по счету Что это несколько дней И так далее А ты расскажи свои впечатления, ощущения Ты же был консультантом от географического общества Я практически организатором был Это я придумал все Максим просто подхватил знамя Упавший из слабейших рук Старших товарищей Вот здесь все, что прямой эфир Ну да Тем не менее Ну я был на этом мероприятии Был много раз в этих местах И, конечно, как модно сейчас говорить у молодежи Must have Это то мероприятие, которое нужно посетить Посетить мотоциклистам Не важно, там, поездом, самолетом, мотоциклом Или на автомобиле Но север это север И проехать по таким северным местам Нашей страны И увидеть сразу два моря И Баренцевое И Белое море Это, конечно, дорогого стоит Кроме этого Вкусить ту самую прелесть Природы северной Будь то Комары размером с воробья Ну вот ты у меня с языка снял Прямо я только Или мошки размером там со слона Ну на самом деле у моря всего этого нет Потому что дует ветер И достаточно это всего такое Просто добавляет колорита Когда уходишь в лес зачем-то Ну в лес ходить не надо Там бродят медведи Ну я допускаю У тебя нарушенная Отклоняющаяся от нормы психика Понятно Потому что любить вот эти мхи И вот этот холод весь Это надо иметь специальный Как бы я это не в смысле там Каком-то осуждающем А ты когда-нибудь ходил Я был У меня По россыпям аметистов Нет поэтому нет Ну вот видишь А на севере был А это можно сделать А ты когда-нибудь бегал от медведя По тундре Нет боже упаси Но рядом видел Но с борта теплохода конечно Да Ну вообще честно говоря Вот этого вообще не надо Вот это вот то что Максим сейчас сказал Не знаю Тут я не спорю совсем Тем не менее А чем можно завлечь людей В общем искушенных И отчасти ленивых уже Но которые не раз там не были Вот что им такое сказать Что они там увидят Или ощутят Суровость бытия Да ну тебя опять И северная красота Вот красота уже интереснее В чем она? Она во всем И в море И в лесах И в дороге И самое главное Люди которые там живут Там же Ягель Какие леса Или там есть Там тайга Там южное окончание Кольского полуострова Тайга Притом тайга чистая Не бурелома А между Ну хвойный Хвойный мох Ягель Между деревьей По полтора метра А что такое чистая тайга? Это что? Ну это когда не бурелома Не завалено То есть где можно идти Между деревьей Прямо по тайге? Да И вот такой вот Там 20 сантиметровый Ягель и мох Мягкий И знаешь Все это камни Аметисты То есть это совершенно Я прямо представляю Стоят олени в стороне И думают Опять сволочь Пошел мять наш Ягель Они поэтому и ушли Чтобы не мяли Ягель Оставили мотоциклистам Слушайте Ну что это за Мотобухта такая? Что это за мероприятие Которое длится неделю? Это расходы Это в общем Может быть отчасти Потеря Первого ощущения Потому что оно распылено Там на вот столько дней Почему такая форма Была выбрана? Все таки люди приезжают Тематичные Мотопутешественники И во первых Им неделю между собой Общаться уже интересно То есть мало мероприятий Где они могут неделю Вот находиться в одном Как бы привычном для себя Круге общения Знакомиться Там общаться Во вторых Три места Совершенно три разных места Абсолютно разных По природе По внешней картинке То есть абсолютно То есть Терский берег Это одна картинка Это пустыня И чистая тайга То есть Ну вот я Про которую мы говорили И Белое море И Белое море Да правильно Териберка Это совершенно другое Это такое Там Реликтовая Нет Это скалы Это океан Это волны Разбивающиеся Огромные волны И песчаный пляж Териберки То есть это уже Третья вторая картинка Третья картинка Это рыбачий Про вторую картинку А как температура Окружающей среды Непредсказуемо А может быть тепло Может Может быть 30 градусов А может быть 3 30? Да В тех широтах? Да В 18-м году Я ездил на рыбачий С товарищем Мы ездили на рыбачий Я на рыбачий Отпивался регидроном Кем? Что он делал? Такая добавка в воду Чтобы жидкость не выходила А Ну в общем Отпивался водой Отпивался водой Потому что была жара 30 градусов На рыбачий Это как В Питере 50-55 То есть совершенно Там другие влажности Совершенно Мох начинает парить Вот это все Это жарко Душно А может быть 0 градусов И ливень Как в 19-м году То есть совершенно Не предсказуемо Но все-таки Это мотособытие Значит мотоциклисты Вот приехали Где-то расположились Вот как это выглядит Какая-то не знаю Поляна Или микроотель Какой-то Нет-нет-нет Что это? Специальные выездные Пятизвездочные отели С саунами Мохито И негритянками Дорого-богато Вот если бы так Если бы так Это мечта Ну а в реальности Это что? Палаточный городок С какой-то местной кухней С экскурсиями С походами То есть Я говорю Это больше этно Такое мероприятие А экскурсии куда? Кроме леса Что еще можно увидеть? К медведям Ну да А метиста Экскурсия про метистовый камень Вот сам вот Просто специальный человек Есть там Олег Бартуш Очень хороший человек Местный специалист Он проводит людей Камни Рассказывает не просто Вот что это булыжничек А люди даже не знают Что это вот Допустим В нем есть метист Или что это там За штольные разбитые Ну там Ну что А вывозить оттуда Это нельзя Пожалуйста Вези на мотоцикле Много не увезти Все равно Когда-то там были разработки Сейчас эти рудники закрыты И это действительно Ну это красиво Потом было Когда спрашивали Что там Там есть единственная На севере пустыня Между прочим Красная пустыня Она так называется Вблизи В смысле песок Да Это прямо красный песок Это там тоже добывали Когда-то камень И после советских времен Остался огромный Там несколько гектаров земли Которые красного цвета Это все на берегу Белого моря Рядом С моей любимой деревни Кузамень Там же устье Варзуги Реки Варзуга Там же рыбаки И вот эти старые Поморские лодки Старые поморские домики В которых можно Значит Посетить их Можно пообщаться С местным населением Это конечно Кроме того Что это красиво Это еще очень Берет тебя за душу Потому что Там сейчас живет Вот с того момента Когда я там был В 2015 году Вот мы были осенью Зимой уже С Максимом ездили туда На мотоцикл с коляской И тогда было 32 человека А сейчас там уже живет 64 человека То есть население растет все-таки Поэтому популяция этих Этих деревень Я думаю что Скорее всего Несколько мотоциклистов Остались там И стали дальше уже Жить поживать Там же Там же Столько мистики В этих местах Говорят Магнетизм Какой-то особый Это правда Ну вот вы там бывали Назрите Какие у вас здоровенные Огромные Здоровые Нас там хорошо кормили Ну север Это вообще совершенно Другая энергетика Вот ты спрашиваешь Что будет Я просто сразу Если можно Сразу вкратце расскажу Можно и не вкратце Мы для этого и собрались Да А то Чтобы не этим Не уровками рассказывать Так Уважаемые Мотобухтовцы И мотозаполярники Заполярники И заполярничихи Приехали в пятницу в лагерь Встали палатками Познакомились Чуть-чуть посидели Утром Чтобы я никого не оставал Из-за ноги Из палаток Как иногда бывает Не бегал по всему лагерю Встали в колонну Поехали Вот в эту казаменскую пустыню С проводниками Если захотели Если захотели Но для чего приезжали Да Может быть они не захотят Может они хотят возлежать на берегу Да И выпивать все три дня Около палатки Это тоже выбор Тоже романтика И не возбраняется Никаким образом Пожалуйста Ну у каждого Потом вернулись Вернулись Поездки Это будет казаменская пустыня Заезд в Варзугу К отсюда В Арламу В храм Вернулись Слезли с мотоцикла К настоящему Батюшке Мы с ним делали интервью Во время зимней поездки Точно Да И оно у нас где-то есть Точно Да-да-да-да Мотоциклист местный Да Вернулись в лагерь Слезли с мотоциклов Поели Попили чаю Пошли на экскурсию Пешочком Вернулись Я почему так подробно рассказываю А то мало кто читает Многие забывают вернуться Уходят и не возвращаются Мало кто читает программу Поэтому я повторяю ее устно Вернулись Посмотрели местный хоровод Который придет выступать Это интересно Легли спать В воскресенье Проснулись И плавненько переместились В Тереберку Где будет Экскурсия К водопаду А это сколько км? 600 В смысле Вот из первой точки Во вторую 600 километров? Пробег мероприятий 1200 километров Подождите А как это можно за один день проехать? Ну примерно так и едется Ну не торопясь Вот по этим всем Вот этим тайгам и пустыням? Там дорога Ты выезжаешь на трассу И едешь по трассе Дорога сейчас там отличная До Мурманска Тогда понятно Нет Я думал что это какая-то Пересеченная местность Прямо что там совсем такая Все таки я буду занудным Я продолжу Конечно Конечно Да извини Приехали в Териберку Так В понедельник вечером Не торопясь Стали лагерем Во вторник Опять чтобы я никого не будил Поставили палатку Поужинали Легли спать Утром проснулись И те кто захочет Да Кто захочет Кто захочет Опять же Да Правильно Олег Повторяешь Пошли в дом культуры На олене ферму С экскурсиями С экскурсией К местному водопаду Рассказы и истории Териберки Кто не хочет Может оставаться в лагере В среду Выехали до Мурманска Пересели на машины На мотоциклы И поехали на рыбачий Ну Примерно понятно Ты извини Я просто вынужден был повторить Понятно Жесткость твоя А что ты делаешь С теми кто не слушается Они больше не приезжают На мотобук Не все даже Я бы сказал Уезжают потом С мотобук А название само Как родилось Это я вначале говорил Еще раз Тут Олег пришел Он не знает Когда первые две мотобук Назывались просто Териберка Просто Териберка Когда искали новое место Называлось фестиваль Нет это просто слет Это слет товарищей Это приехали друзья С Калуги Это МСС Джокерсы И для них Что показать Териберку показать Это еще 10 год Это вообще Териберка не была Такая еще известна Вообще Это были дикое место Только только там Какой-то порядок Навели Более-менее И вот вывезли их Там было 50 человек И на второй год Уже почему-то Вдруг приехало 250 человек Потому что Те 50 Рассказали остальным Что там крутизна Такая Старофанное радио Дикой природы И так далее И уже второй год Приехало 250 Ну и там все пошло 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 И когда искали На третий год Мотобук То Моторский залив Мото Залив Логично Да Мотобухта То есть Ну Про бухт я не буду говорить Да-да-да Не надо Действительно Это вот Злые люди придумывают Что мотобухать Я напомню Что у нас Олег Капкаев Эфирная студия Организатор Мотобухты Максим Белов Организатор же Правильно говорю Да Прекрасно 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 Александр Располучился Потому что Максиму не дает покой Моя вселенская слава И когда ты сказал Олег Капкаев Организатор Потом Возникла пауза Он аж так его передернуло И ты добавил Максим Белов Есть три мотобуха Вард Капкаев И Белов Чупся Чупся Слава Богу Да Ну Мне кажется Что один из основных вопросов Для тех Вдруг кому станет интересно Это как туда вообще добраться Потому что В представлении рядового человека Который никогда там не был Ну действительно Вы рассказываете Про всякие ужасы Медведя Ягель Ну В сравнении С Макдональдсом И вот здесь Вот с улицей Во-первых У всех есть карты Надеюсь Которые заправлены в планшеты Потом у всех же есть еще телефоны Есть навигаторы Ну а так то в принципе С Петербурга Выезжаешь на север Можно на пароме доехать На север Выезжаешь на север Ну что значит Едешь прямо Потом направо По комплексу В районе Кандалакши Потом левее И все Четыре поворота направо Выехала с Москвы направо Доехала до Петрозаводской Или до Межуковской Направо Доехала до Кандалакши Направо И там уже дальше Там некуда больше ехать Слушайте Ну это все везде Нормальная дорога человеческая На самом деле Дорога сейчас нормальная Трасса Кола отличная На Териберку дорогу делают Там осталось 20 километров Ну это дороги грунтовой На Варзугу осталось 25 километров То есть до точки самих лагерей Продают все мотоциклы Любые мотоциклы То есть там Чпера, голды И это не подразумевает Каких-то там Издевательств над самим собой Там перетаскивание вручную Там через Киев Обраги Нет То есть это все цивильно Мотоциклит в принципе Подразумевает под собой Издевательства над собой Поэтому Нет дорога хорошая Хороший утрамбованный щебень Грунт И по нему можно нормально ехать Там остается 2 километра до лагеря Там где нужно Ну просто как бы Немножко подсобраться И ехать Но опять-таки Ничего такого нету Туда приезжают Большие мотоциклы тяжелые То есть это не экстрим Какой-то ужасный Нет Кто хочет экстрим А тут едет с моими проводниками Как? Есть еще другой путь Нет-нет С лагеря уже разгрузившись Они едут с проводниками И те им покажут Денис Куча Подожди Так а что Есть в программе И приключения такие вот Именно для желающих Адреналина Да-да А что туда входит? Вот поездка За Минской пустыню Только тогда ты едешь По берегу Белого моря Там где возможен Отлив произошел Не так как тебе хотелось Там есть песок Камни И в принципе Там можно отдохнуть И если ты не успел Доехать с проводниками До прилива Или отстал от них То ты можешь Немножко встрять Но вода придет И все А там может быть Лежать какая-то рыбина Например Которая ну там По глупости забыла Отплыть Месяц с отливом Ну а это ж не ванна Что раз она ушла Вода-то медлен отходит Может лежать Либо рыба Либо животное Заморское Которое будет ждать Тех самых мотоциклистов Которые потом Рассказывают про то Как им было страшно На севере Как они бежали По пляжу от медведя По пути спогнулись А в этот Как чудо-юдо Рыбу-кид Который взял на берегу Слушай, ну это же Через две недели Практически, да Уже Да-да Еще раз там С какого? С девятого? Со второго по девятый Со второго по девятый Да? Олег, ты будешь? Да, с тебя Вот тебя-то Вот что туда тащит Вот тебя Ты же там сто раз был Ты можешь уже Дистанционно управлять Передать пальму первенства Меня Максим Все время бьет Если я не еду туда Он меня все время бьет Да нет, конечно красота Но все-таки север Это север Когда Ну я много езжу по северу И лишний раз ездить на север Оно лишнего не бывает Вот мы Ездили в ноябре Когда был снег Когда была метель Потом был дождь Был мороз Мы ездили на Уралах И конечно Вот Нам в голову пришла идея Что мы Сделаем мероприятие Которое будет ежегодным Именно тоже Поездка на севера Поездка на полуостров рыбачий Ну на любых мотоциклах Ну тогда Когда уже выпал снег Но этого снега еще не навалило По самое не хочу Так чтобы не проехать А зимних не было пока еще мотобухт Да? Нет, не было Олег несколько погорячился На любых мотоциклах Я думаю в октябре Галда не очень будет На любых На любых Как я видел Галды, которые приезжали По Памирскому тракту Поэтому если человеку захочет Он доедет на чем угодно Это вы опять про Сашу Чук что что ли? Нет Сейчас нет Ну про которого В летописях пишут Нет Зимних мотобухт не было И вот с Олегом Думаю провести Может не будет называться Конечно не мотобухт Пока еще название не придумали Но вот в октябре По первому снегу Ну колясочи И шипованные эндуро То что вот мы ездили Сейчас когда в октябре Пробно так посмотреть Но что вот это вот Еще не делал никто Чуть-чуть Сделали но Чуть-чуть гарнитурку Опусти вниз Немножко Ну это другая Это просто совсем Другая эстетика Ну я бы на рыбачьем Был летом И получается что уже зимой Когда снег Это совершенно другая эстетика И конечно То что ты видел летом И когда то что ты видишь Когда это все покрыто снегом И подъемы Которые казались бы Они совершенно рядовые летом Для тебя И когда их замелось снегом Там это превращается В целое приключение Ну приключение того стоит Ну а холодное море Обледеневшие камни Это вообще как бы Ну просто красиво Слушайте хорошо А что с собой брать? Ооо Зимой или летом? Волю в кулак Летом брать теплую одежду И дождевики Вот много спрашивают И самое главное Брать фонарики Летом Когда едете Лучше брать два Но что вдруг один сломается Но все равно белые ночи Помните об этом? Олег Я перестаю понимать Где шутка Это правда Белые ночи Фонарик Зачем? Ну все равно же сумерки Это шутка исчета Это шутка Хорошо Шутка Слава богу Ну а еду Там доширак Ну что там Обычный путешественник Он сам знает Что нужно брать дорогу Ну там вот Куда мы Первое место Там магазина нет Нет магазина нет Там будет кухня Местная хорошая добротная кухня Там пловы Ухи Рыбы Магазин в 15 километрах То есть это специально Обученные местные жители Которые ждут Не дождутся вот этого всего Они тогда приедут С какой-нибудь полевой кухней И будут лагерь кормить Правильно? Да Ну конечно Брать с собой Все про запас Мало ли ты не ешь плов Или там С собой фуа-гра Или тебе не нравится Вот способ приготовления Да Ну никогда не было Я не слышал того Чтобы кто-то остался голодный Или кому-то не понравилась еда Хорошо А бывают какие-то случаи Которые от этого дела Отталкивают вообще людей Вот как это Неприятные какие-то инциденты Конечно Я там не беру сейчас Там какие-то криминальные вещи Конечно Слабость характера Да И вечное недовольство Извините Я вам не мешаю Давайте спросим у организатора Я же никак Ты как организатор Сейчас будешь что-то рассказывать Так у него Это я правду Я участник Я правду всем говорю Конечно Бывают и недовольные люди Я иногда делаю ошибки Это все понятно Невозможно Это не может быть Зачем он так Сам про себя Критичнее нельзя Да нет Конечно Всякое бывает За годы всякое бывало Но я надеюсь Основная масса Люди едут по 5-6 раз Надеюсь Это больше людей Которому понравилось Чем не понравилось Ну честно говоря Удивительно Если серьезно говорить Ну Я так и не услышал Вот эти все красивые слова Про просторы Там Бесконечное бездонное небо Ягель и так далее Ну все равно Как это можно сравнить Например С тем же Условным Крымом Сочи Да Ну где прямо там Пляжи Бульвары Там девушки ходят А здесь что ходят-то Здесь преодоление Здесь подвиг Ну получается Что это все-таки Специальные люди какие-то Все-таки Такие же люди Которые едут в Краснодар В Сочи В Крым Точно такие же люди Которые любят ходить в красивом Там На каких-то мото мероприятиях Вот одеваться красиво Ездить Отдыхать в отелях Хороших на югах Те же самые люди Едут на север Только там совершенно другой отдых Совершенно другое приключение А вот я можно спрошу Да Вот у тебя Ну кто видит Видеотрансляцию нашу Видит что у Максима написано Географическое общество Российское Да Олег Ты как действительно член Этого общества Это ты ему выдал? Да Спасибо Да Продолжай Капкаев Еще раз спрошу Я тебе не помешал? А вот А с другой стороны Получается На сердце Мото-заполярник Это ему Белов выдал Это Это какое-то объединение Клуб какой-то Нет Это просто Мото-сообщество Наверное Я даже не знаю А где это сообщество Живет в интернете? Как найти? Что набрать? Чтобы почитать? Ну Мото-заполярники везде Мы везде Мы как ниндзя Мы везде Мы во всех видим А вы нас нет Есть во всех соцсетях Мото-бух То если набрать То там Нет Про мото-заполярники Это просто идея Бренд люди Ну идея Как-то объединяющая людей Мото-заполярники Все-таки съездить на север Это действительно Съездить не в Крым В Сочи Это какой-то подвиг Что практика показывает? Почем это все стоит удовольствие? И это вообще платное удовольствие? Конечно Конечно Организационные расходы-то есть Ну Для того, чтобы принять участие Вот эту неделю Прожить черти где Я еще должен заплатить Сколько-то, да? Ну да И плюс еще, наверное Сам должен на что-то потратиться Вот на что? Вот как экипироваться? Что с собой взять? Я уже говорил Дождевики обязательно Теплая одежда обязательно Туда будете ехать одеваться Назад будете ехать раздеваться Все остальное Обычная подготовка мотоцикла К путешествиям К путешествиям То есть просто Ну нужно брать Взять, конечно Ну взять спальник, палатку В кофры все это влезает Да, да Кстати, насчет пенки Пенки брать две А то брать Или потолще пенки Вот это вот важно Ну на чем спать? Маленький матрасик надувный Потому что воздух прогревается Земля холодная Вот по максимуму Теплее брать пенку То есть палатку можно брать любую Но пенку вот нужно брать толстую Или две Чтобы от холодной земли Которая не прогревается Ну там непростые Для простых людей Поясняем, что-то речь идет о матрасе Да, да Ну я, мото путешественники Не понимают, что такое пенка Не знаю Может быть некоторые возьмут пенку для бритья Мир ушется в моих глазах Максим Белов в студии Моторадио И Олег Капкаев Мы говорим о мото-приключении Наверное, можно так сказать, да? Мотобухта 2021 Которая начнется уже в начале следующего месяца Будет длиться вот это мучение целую неделю И после этого что-то выдается Какой-то сертификат, значок Какой-нибудь наколка делается Какая-нибудь памятная Ну Татуировка В Мурманске будет установлен знак Мотозаполярник Каждый, кто на фоне его предоставит фотографию Ну мне лично получает сертификат мотозаполярника Это будет работать после мотобухты Как раз на мотобухте мы все это установим Это знак в Мурманске Ну вот когда-то раньше, совсем давно Еще при КПСС Можно было в некоторых туристических маршрутах Получить, ну если ты прошел и не умер Категорийность Можно получить там было значок Какой-нибудь там почетный путешественник Сейчас мне кажется, этой системы уже нет Никакой градации такой или есть? Да, есть такая система Просто кто-то участвует в ней, кто-то не участвует Но вот я возвращаюсь к тому, что Зачем люди и как едут Я буду рекомендовал особенно всем, кто только начинает ездить Еще съездить на север И после этого, куда бы вы ни поехали Вы будете понимать, что такая хорошая дорога Что такая нехорошая дорога Какие люди собираются везде А кроме этого у вас будет внутреннее Вы возьмете часть энергии Часть уверенности в себе То есть если вы съездите туда нормально И вернетесь тоже нормально Без всевозможных приключений Особенно приключений в своей голове То в принципе дальнейшая в вашем мотоцикле Этная жизнь сильно улучшится Ну, с этим, наверное, не поспоришь Трафтодон будет казаться легким отдыхом Ну, вы же только что сказали Что до Териберки хорошая дорога Здесь же много факторов И температурный фактор И окружающая среда Одно дело, когда ты едешь по трассе М4 в Крым Где кругом одни машины Там селение Заправки, еда И другое дело, когда Ну, сейчас уже так нету Но все равно там у тебя пробеги по 300 километров Где нет ничего И иногда встречаются машины А если выбрать время неудачное Как многие любят ездить, допустим, утром и так далее И ты поедешь и там Солнце будет рассветить Раз в полчаса у тебя будет одна машина встречаться Ну, это тоже как бы Внутри добавляется тебе неуверенность в том, что ты доедешь То есть ты едешь, едешь, едешь И понимаешь, что ты все дальше и дальше Куда ты заезжаешь, не пойми куда По М18 есть такая одна особенность опасная Машин нету Погода хорошая, если повезло И ты едешь, едешь, едешь То есть дорога отличная И ты начинаешь засыпать Повороты очень плавные То есть прошу всех обратить внимание на это Или солнце в глаза То есть оно всегда светит Солнце в глаза И глаза устают То есть это тоже такие Две таких опасностей, которые нету на южных трассах Где-то всегда находишься в адреналине Вокруг машина И все время светло Ты думаешь, что еще едешь и едешь А уже, кажется, ночь Организм все-таки он устает Ну, ты же будешь рядом С каждым человеком На каждом километре трассы Но на самом деле организаторы ждут вот там То есть это не значит, как у нас на парковке какой-нибудь гипермаркета Все собрались И следом за Максимом Организаторы, конечно, Максим будет там вместе со своими людьми Но катаясь по северу, вы должны знать и должны помнить о том, что на любом километре, в любом месте вам помогут Это север Там людей не бросают Естественно, если кто-то сломается, где-то я буду стараться помогать Но людям, которые будут писать там вайбере, в чате или вконтакте, или звонить Это мой телефон найдут Но я не буду людям помогать, где найти ночевку Все взрослые, все сами Как некоторые спрашивают, где мне ночевать Ну, ты сам определись, где-то ночевать по дороге Я же не могу взять ответственность в 2000 километров от Москвы до Мурманска И вот там все вопросы решать А если вы ехали уже на Кольский Почему не можешь? Можно продавать тур Тур на Мотобухту из Москвы с ночевками, еду и всем остальным Кстати, звоните мне, мой телефон есть в студии То есть ты имеешь в виду организовать тур Конечно, я устрою вам сопровождение, еду, жилье и все остальное Нет, я думал устроить тур, в котором можно смотреть со стороны на вот этих вот сумасшедших людей Которые едут И черти куда, да И ты едешь рядом и скажешь Действительно есть люди, смотрите, едут на Мотобухту Ну, кстати, удивительно... Создаем новую компанию Мотобухта-сервис? Да-да-да Но народу, если вот ты говоришь, что с каждым годом все больше и больше, правильная тенденция? Нет, год от года по-разному Меньше 250 никогда не приезжало Но так 300-500 300-500 Ну это все равно много Это все равно много В прошлом году было 220 человек, ну из-за всех этих событий В этом году, как обычно, я не знаю В 19-м году было под тысячу А что можно испытать вообще экзотическое там такое? Ну не надо только рассказывать, что там быстрый бег от медведя Это понятно Не, можно встретить медведя на обочине Как встретили мы, когда ехали И потом друг друга уговаривали, но на всякий случай не останавливались Это был медведь или это была собака? Собака Да-да-да Потом собака Медвежонок или собака? Никто не остановился, чтобы удостовериться в этом Ну на самом деле медведи, я за все время один раз видел Только медведя за все там 10 лет И сколько бывало на Трецком береге? Белова Или Бурова Какой там Белого? Там до Белого тысяч километров еще на север Я же на Шпицберге не провожу Ну Бурые тоже бывают немаленькие, да? Нет, это опасные звери Медведь в принципе маленькими бывают Ну, только в детстве То есть их нужно опасаться, но это несколько преувеличено Что они прям под каждым кустом сидят И вот выскочат на бедных мотоциклистов Нет, там не нужно бояться Можно там что-то такое поесть, например Что-то такое, чего нигде вообще-то не отведаешь Какой-нибудь там супер рыбы местной Или там, я не знаю В магазине купить крампы Да, ну вас Ну что, прямо расскажите что-нибудь такое Надо же завлечь людей Рыба там есть разная Ёрш морской, вяленый, отличная рыба к пиву Когда Южный рассказывает Смотри, какая у нас тут корешка Там костлявую рыбку достает Я обычно улыбаюсь, Мила, когда в Мурманске берешь гирша Это просто вот такой вот лапоть Ни одной косточки нету вяленой Максим не сказал, умолчал Там, где Варзуга впадает в Белое море Там как раз-то живет та самая уникальная семка Которая живет и в пресной воде И в морской И в морской, да-да-да Олег, они же сейчас будут бегать по отливной полосе с палками Пытаться ее поймать Пусть ловят Ну, это запрещено, наверное, законом А как, кстати, с законом там Какая-то милиция, полиция, Росгвардия Кто-то вас защищает Шериф бдит Сопровождает Шериф бдит Разрешение от местных властей Естественно, согласование Разрешение, все это есть Ну, я не знаю Мне кажется, мы очень плодотворно поговорили Какие вопросы я не задал, Олег? Ну, помогай Все вопросы задал Тема раскрыта полностью Бензин с собой брать? Бензин, брать с собой Кстати, в лагерь девочки топ-лес Допускаются без экологического сбора А все остальные со сбором, да? Ну, ладно, я напомню еще раз то, что готовить мотоциклы Брать с собой теплую одежду Фонарики, брать, естественно, не нужно На Кольский Ну, на всякий случай поразует Пробеги по 250, по 300 километров без бензина Кто хочет, может взять с собой канистру Но это необязательное условие Так что добро пожаловать на мотобухту И на Заполярье в целом Как бы оттуда заполучить все репортажи? Ну, Олег, ты же будешь, да? Надеюсь, да Ты будешь по всему маршруту? Да Ну, вот, мы тогда надеемся Ну, мы обратимся к слушателям Те, кто поедут, они могут нам присылать Свои короткие аудиозаписи Да, это все войдет в репортаж, конечно По 2, 5, 10 минут Своими впечатлениями, своими рассказами Как это было И мы потом скомпилируем большой Аудиоподкаст, в котором будет все это рассказано Олег обещал фильм снять Ну, фильм фильмом, это видео немножко не наше А микрофон Да Снять на микрофон Да, у нас все-таки звук А ты сможешь же брать интервью иногда у Максима? Нет Я смогу брать интервью у Максима И иногда у тех, кто приедет Нет, на мероприятии нет Не подходите ко мне Я злой Ну что, будем тогда заканчивать Большое спасибо Максиму Что пришел, рассказал об этом событии Мы действительно постараемся Оказать максимальную информационную поддержку Ищите в интернете По запросу Мотобухта Яндекс вам, я уверен Выкинет правильные ссылки Вообще, это, конечно, для отважных И, может быть, для тех Кто уже все испытал такое вот гламурное Может быть, есть смысл Ну, проверить себя В тяжелых условиях поедания плова Как вы-то сказали нам, да? Да Смысл есть Смысл есть, да Спасибо большое Максим Белов Организатор Мотобухты И его помощник Олег Капкаев Здесь у нас на Моторадио Спасибо, господа Спасибо